здравствуйте сразу хочу ответить на возможно возникшие у некоторых зрителей моего канала вопрос а собственно причем недавние события в россии до рубрики немецкие вторники так вот когда-то лет 15-14 назад мой первый сборник публицистики вышедший в германии назывался германия чужими в кавычках глазами то есть чужими потому что я приехал из другой стороны а в кавычках потому что был тут постоянным жителям в течение скольки то лет они туристом приехавшим в гости к родственникам по делам бизнеса или иным то есть не временщиком а здесь жил но многие вещи видел или воспринимал по другому чем коренные жители или ну скажем так те кто жили здесь уже десятилетиями не 35 лет по сравнивать но в отличие от меня десятилетиями не 35 лет так вот и сейчас вот этот вот немецкий вторник этот выпуск немецких вторников записываю именно с этих позиций я никогда не имел какого-то близкого или проб плотного отношения к россии то есть пару раз бывал там пару раз бывал проездом в общем то ли в командировке в москве еще где-то там когда-то еще во времена ссср позднего ссср поплавал на теплоходе по волге из москвы в астрахани обратно ну и собственно практически на этом мое соприкосновение с россией в общем-то и заканчивал и закончил поэтому большому счету как недавно сказала моя жена если бы я не слушал новости касаемо всего происходящего преимущественно в украине но в связи с российским вторжением то ей бы все буквально происходящее в россии было бы до одного всем известного места но того где спина теряет свое почетное наименование вот собственно именно по этой причине что я давно уже живу совершенно другой стране то есть не беларуси не в украине не в любой другой республике бывшего ссср и никогда не жил в россии вот поэтому взгляд может оказаться немножко другим может быть менее замутненным может быть менее не знаю предвзятым или ангажированным ну потому что я уже объяснил почему в том числе и потому что не только моя пятая точка как сказала варина там в лиссабоне париже или берлине а головы в москве ну и голова моя тоже здесь опять же еще раз повторюсь к москве никакого отношения никогда не имела к россии соответственно тоже и вообще как бы ну как есть то есть чужое для россии и ее проблемы меня если и не то чтобы волнует если и интересуют то только в той связи когда наконец весь этот кошмар но как быстро и как эффективно весь этот кошмар закончится для народа украины для украины в целом да и для всего остального мира ну того той части мира который поддерживает украину и так как вынесено в заголовок 3p я написал в описании к этому видео что 3p это патрушев пригожин путин именно в таком порядке по так сказать по убывающий то есть главный в этом всем на мой взгляд это патрушев потом той или иной степени величина роли пригожина ну а путину но поскольку пока он еще вроде как путин это путин и вроде как президент россии почему опять же кто-то может возразить патрушев там где-то и на совете безопасности там и ручонки тряслись и у него и не только у него там и ножками чуть ли не сучил уважаемые с таким опытом рыбиста который прошел патрушев в отличие от путина которого да тот тоже гипписта гиппист такой на букву г а этот гиппист гиппист с опытом с наградами со званиями и прочим 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 то есть его опытом да и уже и возрастом мальчику за 70 до он на публику и не на публику может сыграть что угодно и как угодно и самое главное что в принципе во всей этой истории с маршем справедливости или как там пригожин это действие обозвал или точнее я думаю что ему поручили это действие обозвать во всей этой истории как бы потушил вообще нигде там пригожен если требовал так типа крови и и тело шоеву герасимова там чего-то мог накатить бочечку в адрес президента ну никак не потрушил то есть тут вообще не при делах и тут кругом не фсб ему не по ничего не могу противопоставить никто ничего и соответственно пострелял он там пригоженцы постреляли какое-то количество вертолетов и самолет и число жертв в этих летающих аппаратах превысило вроде два десятка человек но про них уже никто не вспоминает ну как бы случайные так сказать сопутствующие потери дело житейская но с кем не бывает плюс к этому еще один момент сначала никто некий субъект по фамилии путин объявил что это предательство предательство не прощается уголовная ответственность там выступление против конституционного строя целостно зигнул короче весь этот бред по всей длине да потом его усы в смысле усы пескова когда пригожин объявил что поворачивает аглоблии назад усы пескова сказали что уголовное преследование заканчивая смысле прекращено всех простили все хорошо все замечательно кровь вроде как российская не пролилась ну вышеупомянутой 20 чем-то воздушных жертв там же де-факто кровь до земли не долетела на вся там воздухе распылилась поэтому на земле российской крови и по факту не пролилась и вот песков объявил что пригожим значит во первых благодаря посредничеству активного александра григоровича к этому чуть позднее я вернусь вот значит благодаря этому пригожим переезжает так сказать на пмж беларусь ну прям же это уже от меня песков этого не говорил а вагнер вроде как пишет заключает контракты с министерством обороны и поступает в их полное распоряжение смысле все эти его отряды то есть изначально говорилось о том что только пригожин сам пригожин переезжает на жительство беларусь благодаря посредничеству лукашенко это все объявлял пресс-секретарь кто он там еще по должности зам там администрации главы администрации или кого ну короче усы пескова это все объявили а потом оказывается что следственное управление там или кто фсб россии уголовное дело как бы в отношении пригожины и не прекращала и все идет своим ходом до глава фсб сейчас не патрушев но всех кто интересуются хоть немножко это сплетениями российской недополитики понимают что глава фсб наверное нынешнего фсб вряд ли занялся бы от себя тиной и позволил себе или посмел нарушить не выполнить какое-то указание как раз не путина патрушев до путина ему все-таки дальше а вот тут секретарь совета безопасности там и так далее ну в общем все все понимают так что вот в этой троице в одной тарелке главный все-таки на мой взгляд патруш но теперь немножко картофельному гению сразу хочу заявить след за великим станиславским не верю во что не верю ни во что ни в какую роль и ни в какое участие лукашенко в этом так сказать псевдо мятежи во первых потому что по принципу подбирает все сомнению извините предъявите хотя бы аудиозапись хотя бы на 20-30 секунд соответствующим контекстом где лукашенко разговаривает с пригоженным и тот и другой вполне себе многолетние медийные персоны голоса их узнаваемый да сейчас можно подделать все но тем не менее предоставьте хотя бы аудиозапись того что они обсуждают вот его так сказать не пролитие российской крови и мало того переезд на пмж в беларусь есть такая аудио хотя бы аудиозапись я него провидима нет то что ну может она и есть но нам ее не предъявили что-то мне подсказывает что не предъявит далее с какого собственно бадуна лукашенко вдруг оказался в это дело они знакомы с приложенным 20 лет и что я там 15 или сколько лет назад общался допустим с явлением касперским с парочкой российских космонавтов это что означающую себя сейчас к ним обратился они по меня вспомнили бы в чем-то послушались да я понимаю что вроде как лукашенко все-таки в глазах и в мозгах части российского да и белорусского общества это как бы как бы глава государства но по моему прихожину вот он от слова совсем как-то до этого никаких скажем свидетельств что ли их давнего знакомства и поддержания каких-то отношений что-то я вот так с ходу и не припомню это один вопрос смысле одна сторона вторая опять же то что для путина это все дерьмо в смысле он хотя бы публично официально от всего самого устранился скорее всего действительно сбежал подальше от всех этих разборок смысле от география из москвы это другая опять же история но что лукашенко тут вот вот он прямо целый день был на связи с приложенным и извините что он ему мог вообще реально пообещать давайте еще на секунду вернемся к личности пригожина если он до сих пор жив здоров и даже как утверждают злые языки богат это говорит о том что он точно не дурак но от слова совсем дураки долго не живут особенно в этом бизнесе который у него и он когда начинал этот мятеж планируя не проливать кровь и его не закончить он играл в кубики или ведерки в песочнице в детской собирался игры или начинал в надежде на то что с ним созвониться лукашенко и предложит что-то не верю то что он еще раз повторяю в то что он кретин который вот по воле случая взял а вот психанул выступил нас обстреляли российские войска лагеря вагнера опять же не малейшего доказательства ничего там какая-то картинка могла быть где угодно когда угодно и вообще даже не в той стране нас обстреляли мы идем вот мы заняли ростов там никто ничего не это самое прошли еще пару областей российских там тоже никто кроме там нескольких грузовиков на дороге которые они растолкали по обочинам где-то там экскаватор какую-то дорогу перекопал а кто сказал что это именно та дорога по которой они собирались идти дальше то есть все это не то чтобы это совсем уж в чистом виде как кто-то может подумать что это в чистом виде совсем уж постановка но скажем так основа каркас сюжета и режиссура основная явно было прописано заранее какие где-то сидели и до сих пор уютно и удобно сидят продюсеры всего этого сериала но теперь исходя из последних сообщений значит пригожен в беларуси опять же ни одного доказательства которое можно как говорят верифицировать проверить так сказать и однозначно ему верить нету мало того появились уже сообщения распространяются даже и вполне себе заслуживающим доверие телеграм-каналами беларуси стали строить лагеря для вагмера для бойцов один из них значит в осиповичах могилевская область в двухстах километрах от украины это в двухстах скажем так насколько я помню по прямой там значит строят лагерь на 8000 бойцов и таких лагерей будет несколько первых если не говорю то скажу если говорил то повторюсь нигде не было слышно что вся чвк почему-то после этого мятежа кавычках мятежа переезжает беларусь да хотя многие уже там некоторые не знаю латынина успела отметиться но оля она там уже написали это теперь будет угроза со стороны беларуси и украине потому что чвк там эти наиболее боеспособны и прочее прочее ну как бы могилевская область это 200 километров от украины причем если по прямой по наиболее короткой точке это сипович так это вот краешек украины где нас скажем хранить из беларуси из россии то есть это не где-то там в сторону бреста где можно и на киев и на луцк там и на другие города идти по прямой по кричайшему расстоянию это немножко другая история но самый пожалуй главный вопрос в этом а где день езин ведь за декларированных прихожан им 25 тысяч бойцов чвк вагнер упомянутых в свежих сообщениях упомянутом лагере первом лагере на 8000 бойцов их же содержит надо ну я понимаю лукашенко просто все замечательно в стране вокруг на международной арене денег коры не клюют экспорт нефти газа дерево сигарет контрабанда то есть денег хватает и вот он наконец-то нашел им применение то есть он будет содержать тысячи или десятки тысяч бойцов чвк и они будут спокойно сидеть в этих лагерях надо думать с родни этим самым зонам для уголовников потому что если им дать свободный выход так сказать по стороне то погуляют они по буфету с учетом предыдущего опыт и вообще господствующих наклонностей погуляют будь здоров как и они вот согласны на это хорошо они согласны а дальше кто и как вообще планирует их использовать случае если после победы украины полк калиновского пойдет на беларусь свергать лукашенко лукашенко как бы знает что его армия не будет с ними воевать ну так он отправит чувака вагнер а кто ему сказал что они будут воевать с плохом калиновского они бок о бок не пойдут свергнут лукашенко а потом пойдут назад на родину в россию и будут там наводить свои порядки то есть все это мягко говоря шито белыми нитками и в общем то в заключении могу сказать одно что вся аналитика и псевдо преимущественно псевдо аналитика связанная с этим мятежом выводы перспективы и вот дальнейшее скажем события ближайшего будущего во все то что я слышал я не верю вот не верю и все что это имело имеет и будет иметь место в реальности впрочем любой другой человек я естественно могу ошибаться не собираюсь гадать на кофейной гуще действительно поживем увидим для этого традиционно оставайтесь здоровы слава украине живи беларусь